Давайте продолжим и давайте начнем с того, есть ли у вас какие-то вопросы. Появились ли, пока мы отсутствовали, какие-то вопросы. Я знаю просто, к чему у Дарьи Тимофеевны появились вопросы. Я вижу, что... Да, я вижу, да, я узнаю эту фотографию этого человека. Дарь Тимофеевна смотрит на Алкевиада. Я думаю, что он смотрит на Алкевиада. Хорошо, хорошо. Ну, не знаю, не знаю. Хорошо, если вопросов нет никаких, то давайте продолжим с того момента, где остановились. Есть вопросы, хорошо. Получается, в идеальном государстве такие исключительные люди, как Алкевиад, управлять не могут? Ну, почему вы так думаете? Потому что он совмещает себя как бы... Потому что он и есть государство. Нет, нет, нет. Он не может быть ни стражем, ни царем философом. А, ни стражем, ни царем философом. Страж — это как раз талантливый человек, который был остановлен царем философом. И Алкевиад точно не может быть... Сейчас спросите. И Алкевиад точно не может быть царем философом. То есть, опять же, вспоминайте, что эта беседа происходит в отсутствии Алкевиада. Когда Алкевиад уже предал. И не просто предал, а когда, видимо, уже предал дважды. Потому что я не помню, беседуют ли они до краха на Сицилии или после краха на Сицилии. То есть ему не ответственно? Нет. Это идеальное государство, оно не для него нарисовано. Есть ли ему место в том идеальном государстве, которое мы можем себе нарисовать? Есть ли ему место в спарте? Где-то Сократ говорит, что... Настоящее 200. 121 А. Но мой род Сократ восходит к Игрисаку, а он к Игрисаку к Зевсу. Нет. Да, 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 да. Все так. Но мой род Сократ восходит к Игрисаку. И он к Игрисаку, а он к Игрисаку к Зевсу. Даже происходит от Кефест и сына Зевс. Однако все их потомства цари, происходящие от цари, плод Азевса и правителя Димона. Цари, пересиды, правившие во все времена. А часто, как и в наше время, их родители всей остальной Азии. Мы же на против частные лица, равны как и наши отцы. А если бы ты взумал указать на своих предках Арток Серк, сынок Серкса, сказать ему, что Соломин был родиной Игрисака, а единой родиной еще более древнего своего предка Иака, тогда бы ты услышал в ответ крыльмовой бога, смотри, как бы нашему роду не оказаться ниже тех повеличивших наших мужей, а также поехать в тайну. Разве ты не знаешь, что и великое мужество у Тимонских царей, и что жены в государстве охраняются эфорами, дабы по возможности предотвратить тайное рождение царя не от потомков Геракла? Достаточно. Дабы предотвратить тайное рождение царя не от потомка Геракла. О чем мы только что говорили? У вас же был вопрос, и я пытался на него ответить. Про Алкивиаду, почему он не может жить в идеальном государстве? Я хотел вам сказать, что Алкивиад и сам как государство в определенном смысле, и заметьте, это говорит Сократ Алкивиаду в первой их совместной беседе. Простите еще раз про царицу. Разве ты не знаешь, сколько великое могущество у Тимонских царей, и что жены в государстве охраняются эфорами, дабы по возможности предотвратить тайное рождение царя не от потомков Геракла? Да, речь идет о родовитости. Сократ говорит Алкивиаду, что ты не такой родовитый, как ты думаешь, потому что есть гораздо более родовитые люди, и, например, спартиады, спартанские цари, потомки Геракла. Алкивиад запомнит эти слова Сократа, и, запомнив их, совершит алкивиадный поступок, скажем так. Вы уже в курсе, да, 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 да. Это Плутарх, сравнительная жизнь описания, Алкивиад 23. Он совратил Тимею, жену царя Агида, который был с войском за пределами Локедимона, и та забеременела от него и даже не скрывала этого. Она родила мальчика и дала ему имя Леонтихида, но у себя в кругу подруг и служанок шепотом называла младенца Алкивиадом. Так была велика ее любовь. А сам Алкивиад, посмеиваясь, говорил, что сделал это не из детского азорства и не по вожделению, но только ради того, чтобы спартию правили его потомки. Видите, Сократ чему-то учит Алкивиада. Это одноходовочка. Это одноходовочка, мне кажется. А теперь по поводу того, чему еще Сократ научил Алкивиада. Нельзя, конечно, верить Тарху на слово, но это хорошее замечание из того, чему научился Алкивиад у Сократа. Там же 23. Снизкав доброй славой этой длинновидности у государственного мужа, ничуть не меньше восхищения вызывал он своей частной жизнью. Чисто спартанскими привычками, это когда он уже был в спарте, замашками, и замашками он окончательно пленил народ, который, видя, как он коротко пострижен, как купается в холодной воде, есть ячменные лепешки и черную похлебку, просто не мог поверить, что этот человек когда-то держал в доме повара, ходил к торговцу благовониями, или хоть пальцем касался милецкого плаща. И верно, среди многих его способностей было, говорят, и это искусство улавливает людей в своей сети. Помните искусство Сократа? Помните искусство царя? И это искусство улавливает людей в своей сети, приноравливаясь к чужим обычаям и порядкам. Стремительностью своих превращений он оставлял позади даже хамелеона. К тому же хамелеон, как рассказывают, способен принять всякую окраску, кроме белой, тогда как Алкевиад, видел ли он вокруг себя добрые примеры или дурные, с одинаковой легкостью подражал и тем, и другим. В спарте он не выходил из гимнасии, был непритязателен и угрюм. В ионии и снежин, свыстолюбив, беспечен, во фракии беспробудно пьянствовал, в Фессалии не слезал с коня, при дворе сатрапа Тесоферна в роскоши, спеси и пышности не уступал даже персам. Это один из уроков, которому Сократ научил Алкевиада и который Алкевиад успешно принимает. Помните, мы говорили о связи патриотизма и философии? Алкевиад, наученный Сократом, не может быть патриотом. Но в то же время политик не может не быть патриотом. Единственная оставшаяся возможность для Алкевиада быть политиком, имитировать патриотизм. Но для этого нужно имитировать то, чем выделяются патриоты. Не любовью к родине. Любови к родине нет. А то, что любят патриоты, любя свою родину. Можно ли это опять нести к геминизму, чем, вернее нет, то, чего люди получают удовольствие в том или ином городе и Алкевиад тоже этому следует, следует правильным. Геминистические какие-то положения следуют к тому, чему должен придерживаться Алкевиад, будучи в том или ином городе, чтобы его... Так как знания не существует, мы сейчас увидим, что Сократ попытается связать знания и гедонизм вместе, но так как знания не существует в каждом конкретном обществе, благим и приятным считаются разные вещи. Спартия не вылезать из гимназии, есть черную похлебку и ячменные лепешки, фесалии пьянствовать, да? Да, я абсолютно... Это верное предположение. Другое дело, что заметьте, что для Алкевиада ничто из этого не могло быть приятным. Ну, его дело подражать, чтобы... Да, да, чтобы быть патриотичным, чтобы казаться патриотичным, чтобы казаться частью общества. И Алкевиад... То есть вы видите, и Фукидид показывает нам, что Алкевиад все-таки чему-то научился у Сократа. И даже Плутар показывает нам, что он что-то запомнил из того, что ему говорил Сократ и даже решил поправить некоторые дела в спарте таким образом. То есть Алкевиад есть человек государства, Алкевиад это патриот Алкевиада. И потому то, что делает Алкевиад... То есть когда я говорю человек государства, вы должны слышать от меня суверен. Над Алкевиадом нет суверенов. Рядом с Алкевиадом есть суверены. Но эти суверены другие государства, не другие люди. Ему нет равных среди людей. Именно поэтому он настолько уникален. И именно поэтому он ведет себя таким образом. Кто бы стал обвинять одно государство в том, что при возможности оно меняет союзников, находя более сильного и побеждая прежнего. Точно так же никто и не должен винить Алкевиада, что как только он вступил в войну с Афинами, тут же призвал на помощь Спарту. Как только вступил в войну с Партой, тут же призвал на помощь Персию. И как только победил Афины, тут же хотел отказаться от союза с Персией и одолеть Персию самостоятельно. При том, что Спарта уже была одолена. Хорошо. Не называешь ли ты приятным то, что причастно удовольствию и его доставляет? Совершенно верно. Так вот, об этом я и говорю. Поскольку удовольствие приятное, есть ли они что-то нехорошее? Я имею в виду, есть ли что-то нехорошее удовольствие само по себе? Давай, Сократ, рассмотрим и этот вопрос так, как ты всегда требуешь. И если наше исследование будет признано основательным и окажется, что приятное и хорошее это одно и то же. Допустим, это если же нет, будем это оставить. Итак, протогор наконец-то с последней попытки объединяется с Сократом. Давай вместе рассмотрим, как ты хочешь исследовать за Сократом. Смотрите внимательно. Протогор предлагает им вместе рассмотреть это. Почему? Потому что это безопасно. Ни один из них не будет высказывать собственную точку зрения. Они будут распространенными наблюдателями. Но, смотрите, Сократ не отвечает на это. Сократ просто двигается дальше. Хочешь ли ты дать направление исследования, прошу прощения, или мне его вести? То есть ты или я поведем его вперед. Но дело не в этом. Дело в том, почему протогор пытается отстраниться от гидонизма? Он ведь и до этого говорил, если только я не сумасшедший. И сейчас говорит, да, давай рассмотрим, но только вот отстраненно, как наблюдатели. То есть ты не получишь это соврать? Не является ли протогор сам гидонистом? Является. Является. 317C и 347B. Он не хочет выдать эту точку зрения. Почему? Потому что эта точка зрения совпадает с точкой зрения большинства, как ее озвучил Сократ. И если большинство является гидонистами и протогор является гидонистом, то протогор это часть большинства. Он не отделен от большинства. А можно еще вопрос? Конечно. Почему? Здесь что-нибудь значит то, что он дает выбирать Сократа? Отлично. Правильно, правильно. Он пытается Сократа... Но что делает Сократ в ответ? Простите еще раз. Хочет. Хочет ли ты дать направление исследованию или мне его же... Что же делает в ответ Сократ? Право вести его... Нет, подождите. Что делает в ответ Сократ? Он сам предлагает ему новый вариант развития событий. Как ты хочешь, так мы и поступим. И в этот раз протогор выбирает. Выбирает... Прошу. Право вести его принадлежит тебе. Ведь ты зачинщик этого обсуждения. Право это справедливость. Справедливо вести его тебе. Ведь ты зачинщик этого обсуждения. Если окажется, что приятное и благое что благо и польза это одно и то же тогда во всем будет виноват Сократ. И если окажется, что не одно и то же тогда протогор его поддержит. Не станет ли дело для нас Яснее на примере Если кому надо определить по наружному виду Человек здоровый Или еще зачем-то осмотреть его тело Итак, Сократ принимает На себя новую роль Роль кого? Врача, правильно А осматривать он будет кого? Протагора Да Итак, нужно определить Что в итоге с протагором-то? Здоров он Или болен, конечно Но мы уже знаем заранее Все больны Поэтому ответ будет простой и понятный Вопрос, как туда придется Здоров ли тот Или еще зачем-то осмотреть его тело Но видит он только лицо и кисти рук То он говорит Ну-ка, открой и покажи мне грудь и спину Чтобы я мог лучше все рассмотреть Того же я желаю для нашего рассмотрения Увидев из твоих слов Как ты относишься к хорошему Приятному Я хотела бы сказать примерно так Ну-ка, протагор Открой мне вот какую свою мысль Итак, Сократ обращается именно к протагору Его не интересует ни вопрос о благе Ни вопрос об удовольствии Его интересует Болен ли протагор Как относишься ты к знанию Думаешь ли ты об этом так же, как большинство людей Или иначе Большинство считает, что знание не обладает силой И не может руководить и начальству Потому-то люди и не размышляют о нем Несмотря на то, что человеку нередко присуще знание Они полагают, что не знание им управляет А что-либо другое Иногда страсть Иногда удовольствие Иногда скорбь Иногда раз любовь А чаще страх А чаще всего страх Большинство уверено, что на знание не надо ориентироваться Потому что знание легко преодолеть То же самое, как вы помните, думает и Симонит Нельзя быть добродетельным долго Потому что случай может легко преодолеть добродетельность Причем большинство не просто так считает А большинство считает, что причин для этого преодолевания множество Простите еще раз всем Нередко присуще знание не полагают Что не знание им управляет А что любо другое Иногда страсть Иногда удовольствие Иногда скорбь Иногда раз любовь А чаще страх А чаще страх Итак, что преодолевает знание с точки зрения большинства Страсть, удовольствие, скорбь, любовь и страх При этом, как вы видите, это неправильная классическая платоновская последовательность, потому что он выделяет страх отдельно, чаще всего страх. Поступками людей управляет не знание, а одна из этих пяти мотиваций. Я предлагаю вам вспомнить мотивации Фукиди, да? Две их всего. Страх и надежда. Страх и надежда, конечно. Сократ согласен со страхом, но надежду он разбивает. Заметьте, что Сократ оставит от этого только удовольствие. Удовольствие преодолевает знание. Почему он оставит только удовольствие? Хотя сам же говорит, что чаще всего знание преодолевается страхом. Потому что он пытается гедонизмить. Нет, гедонизм – это результат. Что преодолевает страх? Мужество. Мужество преодолевает страх. Если большинство людей ведомы страхом, тогда получается, что наша цель – это не знание, не мудрость, это мужество. Если чаще всего люди поступают неправильно, потому что они поступают под действием страха, то единственное, что нужно для того, чтобы люди поступали правильно – это мужество. И это катастрофа, потому что это значит, что мудрость не нужна. Сможет ли Сократ объединить страсть и мудрость? А скорбь и мудрость? А любовь и мудрость? Ему остается только одно – объединить удовольствие и мудрость. Ну, давайте по-другому. Можно ли объединить любовь и знание? Нет. Нет. А страсть и знание? А скорбь и знание? А вот удовольствие и знание объединить можно только так. Хорошо. О знании, они думают прямо как о невольнике. Каждый тащит его в свою сторону. Таково ли примерно и твое мнение о знании? Или ты полагаешь, что знание прекрасно и способно управлять человеком? Так что того, кто познал хорошее и плохое, ничто уже не заставит поступать иначе? Остановитесь. Не заставит поступать иначе. Еще раз. Сократ объединяется с протаголом. Теперь уже не на основе лести, а на основе противопоставления. Ты и большинство, вы думаете одинаково или нет? И чтобы не оставить протаголу выбора, Сократ сам формулирует точку зрения большинства. Следовательно, протагол должен думать прямо противоположным образом. Он не может думать никак иначе. И еще раз. Ничто уже не заставит поступать. Ничто уже не заставит поступать иначе, чем велики знания. И разум достаточно силен, чтобы помочь человеку. Если знание существует, знание хорошего и плохого, знание о добре и зле, то человек, обладающий этим знанием, всегда будет поступать в соответствии с этим знанием. Мы уже обсуждали эту тематику, когда говорили о том, насколько это далеко от истины. Теперь я лишь напоминаю вам и об этом рассуждении, и о том, что с точки зрения самого Сократа знания не существуют. И тогда возникает вопрос, как знать, что такое хорошее, что такое плохое. Откуда появляется знание хорошего и плохого. Конечно, сказал протагол, дело обстоит так, как ты говоришь. И при том, кому другому. А уж нет, и стыдно было бы не ставить мудрости и знания превыше всех человеческих дел. И снова стыдно не ставить мудрости и знания превыше всех человеческих дел. Стыдно. Значит, на самом деле протагол так не думает. Почему ему стыдно? Потому что если он скажет, что знание не важнее всего остального, то что же он тогда продает-то? И что же тогда самое основное? Протагол считает просвещение. У него нет другого выхода, кроме как сказать, что знание превыше всего. Прекрасно ты говоришь и истинно, сказал я. Заметьте, что Сократ его хвалит. Но ты знаешь, люди большей частью нас с тобой не слушают. И утверждают, что многие, зная, что лучше всего не хотят так поступать, хотя бы у них была возможность, а поступают иначе. Достаточно. И вот теперь Сократ и протагол действительно смогли объединиться. Опять же, они объединились недобровольно. Сократ стыдом вынудил протагола признать, что знание – это самое важное. Что самое важное на самом деле? Нет, но не с точки зрения протагола. Истина. Истина есть знание. Самое важное – это природа, талант, предрасположение. Можно? Конечно. Протагол считает Сократа софистом? Кем протагол считает Сократа, он скажет в самом конце этого диалога. Нет. Сократ – три проблемы с софистикой. Физика, деньги, иностранное происхождение. У Сократа нет ни денег, ни иностранного происхождения. Физиологией он тоже не занят. Не сейчас. Мы знаем из Алистофана и Ксенофонта, и Платона, что он когда-то занимался физиологией, когда-то изучал природу. Теперь он этого не делает. Так что протагол не может считать Сократа софистом. Заметьте, из того, что осталось, из того, что было названо страсть, удовольствие, скорбь, любовь и страх, осталось только удовольствие и его противоположность страдания. Ничего больше по понятным причинам. Да, ведь я думаю, Сократ, что и много другой люди утверждают неправильно. До этого речь шла о большинстве. И только теперь появляются люди. Все люди. Таким образом, Сократ и протагол отделяют себя не от большинства, не от Гойполой, а от всех людей. Когда мы говорим, что философия и город противостоят друг другу, мы обманываем себя, потому что философ является частью города. Он гражданин. И потому это противостояние, на самом деле, не противостояние философии города. Противостояние кого с кем? Философа и нефилософов, то есть всех остальных. То есть людей как таковых. Сократ и протагол объединяются не в разговоре о толпе и дюнаменной, а в большинстве и сильных, и могущественных. Сократ и протагол объединяются только теперь, когда они отделяют себя от всех остальных людей. Кто они, если не люди? Какой остался вариант? В апологии 19Е20Д Сократ называет софистическое искусство божественным. Если то, чему они учат, действительно существует, то эта мудрость превосходит человеческую. Их мудрость божественна. Их знание божественна. Знание софистов. Потому что оно утверждает то, что не утверждает Сократ, а именно, что знание существует. Так давай вместе с тобой попытаемся убедить людей и разъяснить им, что же с ними происходит, когда они, по их словам, уступают удовольствиям и не поступают на их лучшим образом, хотя знают, что такое высшее благо. Может быть, если мы скажем... Заметьте, вдруг оказывается, что люди уже знают, что такое высшее благо. Они обладают каким-то знанием. Ну, например, что курение убивает. Но при этом все равно продолжают курить, уступая удовольствиям. Может быть, если мы им скажем... Люди, вы неправы, вы обманываетесь. Они нам ответят. А если Протагоры Сократы... Дело тут не в том, что мы уступаем удовольствиям. То в чем же оно? И что об этом думаете вы? Скажите нам. Чему Сократам обязательно рассматривать мнение людской толпы, говорящей, что попало? Достаточно. Протагору не нравится мнение толпы. И снова, видите, уже людской толпы. Протагор собирается разъяснить теоретический предмет. Он не особо хочет противопоставления. Но это противопоставление все равно происходит. Позиции здесь три. Это позиция Сократа, позиция Протагора и позиция всех людей. Сократ говорит, благо равно удовольствия. При том, что знание является основным в нашей жизни. Протагор говорит, знание является основным, но благо не равно удовольствия. Помните, что он говорит? Какое удовольствие является благим? Благородная, да И наконец люди говорят Что благо не равно удовольствию Но при этом Они не считают, что знание Это главная вещь в жизни Что главное для них? Что чаще всего мотивирует Их действия? Страх Страх Почему Кефал становится благочестивым Намышным и думает о справедливости Почему страшно умирать? Почему преступник подчиняется Закону? Потому что он боится наказания Почему государство Начинает войну? Потому что они боятся проиграть ее Таким образом разница Между мудрецами Мудрецами в кавычках и во всех смыслах И людьми И составляет божественность Мудрецов В чем состоит эта божественность? Они боги не боятся Богам нечего Бояться Поэтому боги и люди Противопоставлены Так ли это на самом деле? Помните пир? Чего боятся боги? Анжели Да, что им перестанут поклоняться Они поэтому не уничтожают людей Хотя люди угрожают им Следовательно, вы должны продолжить аналогию Чего боятся боги? Того должны бояться и мудрецы И хотя этот страх Как и страх богов Не является для них руководящим Не руководит их поступками Этот страх всегда присутствует Это ровно тот страх Из-за которого Сократ начинает говорить с товарищем Что это за страх? Что люди повернутся против мудрецов Именно по этой причине Противопоставлены говорят Может не надо исследовать людей? Зачем так? Давай просто исследуем теоретически На что же отвечает Сократ? Думаю, что это как-то поможет нам Понять отношение мужества Впрочем к шестям, к родителям Сократ считает Что это поможет им Ответить на главный вопрос Взгляды толпы Взгляды людей Помогут им Ответить на главный вопрос На вопрос о мужестве Почему взгляды людей помогут им? Кто остались помимо людей? Нет Нет Мудрецы Правильно Но мудрецы не могут быть мужественными А значит они ничего не могут знать о мужестве Мужество и не мудрецы связаны Почему мужество и не мудрецы связаны? Что такое мужество? Что мужество помогает нам преодолеть? Страх Тот, кто не боится, у того не может быть мужество И наоборот Именно тот факт, что страх существует в толпе Страх существует в головах людей Позволяет некоторым из них Стать мужественными А можно сказать, что мудрецы Ну, мудрецы, они, по сути, по делу стоят Да То, что мудрецов в толпе Как взгляды страх Которого они воспитывают Проблема в том, что мудрецы не испытывают страха Они просто не мужественные Они не мужественные Да И именно потому, что они не испытывают страха Они не могут быть мужественными Они хотят Научиться мужество Они хотят Сейчас Они оба говорят, что они хотят исследовать мужество Потому что они не знают, что это такое Сократ говорит Я все время Помните, Сократ говорит Я все время к этому возвращаюсь Почему? Потому что Сократ не может ответить на вопрос мужества И вы видите, что теперь мы можем сказать Что философии, в частности, не хватает мужества Но философия не может восполнить этот пробел Иначе, как присоединив к себе человека, который уже мужественен То есть сделать философом человека, который им не может, не должен быть Мужественным Кто приходит с Сократом и Гиппократом в этот дом? Алкевиат и Клитий Клитий должен стать этим философом Клитий им не становится Алкевиат должен стать этим философом Алкевиат им не становится Алкевиат становится кем угодно, но только и не философом Цель философии оказывается недостижима Но эта недостижимая цель рождает в попытке ее достичь нечто совершенно другое, нечто прекрасное. Точно так же, как философия является стремлением к знанию, но не достижением знаний, так же и цель философии стать мужественным является недостижимой. Но при приближении к ней появляется нечто невероятное, появляется алкивиад. Появился бы алкивиад вне философии? Сомнительно. Очень сомнительно. По крайней мере, даже если мы выбросим вторую часть классической политической философии, у нас остается первая. Появился бы алкивиад вне истории Фукидида, если бы Платона не было. Хорошо. Алкивиад как историческая личность, как предатель, как тиран? Да, да, да. Ну, вы же помните, что нет никакой истории. Здесь идеализация. Ну, вот я как раз, но спроси, то есть без Сократа, алкивиад такового, каким мы его наблюдаем, его бы не было. А нельзя Сократу тоже назвать какие-то исключения или чем-то уникальным? Можно, конечно, можно. Но проблема-то заключается в том, что Сократ ничем не выделяется. Нищий, уродливый, безродный старик. Ткните пальцем в любого старика, и вы попадете в нищего, уродливого и безродного. Чем он выделяется? Он выделяется знанием. Знанием о чем? Знанием о незнании. Ну и тем, что за него пошла молодежь. Тем, что он совратил молодежь, но мы видим, что он существует уже в ситуации развращения. Молодежь уже и так и развращена. Развращена не им, а софистами. В частности, протокол. А если ты согласен наблюдать принятое нами только то условие, чтобы я руководил, то следует за мной в том направлении, где, по-моему, всего лучше выяснится дело. А не хочешь, так я, пожалуй, рассказываю. А не хочешь, так я уйду. Сократ снова. Кому он угрожает? Кем? Это понятно, да. Это посылка в кириаду, посылка к судье. А если он не захочет, заставь его. И заметьте, это снова выбор. Но это выбор без выбора. Ты, конечно, можешь за мной идти, а можем разойтись. И протокол уже понимает, что не можем. Нет, сказал протокол. Ты правильно говоришь. Продолжай, как начало. Да, и протокол сдается уже. Он понимает, что если он откажется, идет алкевиад. Ну как, появится алкевиад и заставить его продолжать дальше. Уже деваться ему особо некуда и лучше не сопротивляться. Итак, если бы они снова спросили нас, что же по-вашему есть то, о чем мы говорили, будто это уступка удовольствия? Я бы отвечал им. Слушайте же, вот мы с протоколом. Заметьте, если бы они снова спросили нас, я бы отвечал им. Почему я бы отвечал им? Потому что наша задача, задача Сократа, здесь и сейчас, исследовать протогора. А значит, нужно отделиться от протогора. Слушайте же, вот мы с протоколом попробуем вам это растолковать. Ведь вы, люди, разумеете под этим только одно. Нередко бывает, что пища, питье и любовные утехи будут приятными, заставляют и тех, кто знает, что это дурно, будто все... Все-таки. ...вот и все-таки им... Ну, почему будто так? Зная, что это дурно, все-таки... ...и предаваться. Заметьте, я спросил, мы спросили. Или же то, что в будущем они ведут к болезням и бедностям и приносят с собой еще многое в этом роде. Или даже в том случае, если удовольствия ничем не грозят впоследствии и только приятны, они все-таки будут дурными, именно потому, что заставляют того, кто их познает, наслаждаться, чем попало. Так неужели же мы подумаем протогору, будто они не ответят, что не из-за минутного действия самого удовольствия дурны эти состояния, а из-за их последствий, то есть болезни и прочего? Итак, Сократ расширяет понятие удовольствия. Удовольствие или страдание сейчас, удовольствие или страдание потом. Ни один человек не будет терпеть страдания сейчас, если он не знает, что оно убернется удовольствием потом. Добродители и... И знания. Нет, и порочность. Они тоже об этом уже говорили. Да, 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 да. Уксенофон-то вы имеете в виду, да, да. Причем не добродители и порочность, а добродители об этом говорили. Но добродители ведь говорили не о удовольствии потом. А что потом-то было? Слава. Причем эта слава не для него, это слава для нее, как вы помните. Но я рад, что вы вспомнили. Итак, на самом деле люди существуют не в одном измерении, а в двух. В частности, второе из них это временное измерение. Люди должны быть готовы и будут готовы страдать сейчас ради удовольствия потом. Или получать меньше удовольствия сейчас ради большего удовольствия потом. Что значит это потом? Это потом означает, что у них должно быть знание об этом потом. Что все поступки на самом деле руководствуются знанием о будущем. Вы знаете, в чем здесь проблема? Их две. Первая, та, о которой вы упомянули. Спасибо большое. О, Геракли. И когда именно это потом наступит? Вот именно. Это потом. Оно в какой момент должно наступить? Раз. Второе. Это потом может не наступить вообще. Я возвращаюсь к примеру с сигаретами. Курение вызывает рак. Что на самом деле вызывает рак? Рак. Клепки. Нет, я имею в виду, когда курение все-таки вызовет у вас рак. Что на самом деле? Почему у вас вызовет рак, а у соседа не вызовет рак? Случайность вызывает рак. Так как случайность вызывает рак, знание о том, что курение вызывает рак, недостижимо. Поэтому удовольствие от курения здесь и сейчас никак не связано со страданием от рака потом. Удивительная штука. Рак вызывается иногда и сам по себе. А иногда и не вызывается. Такое тоже бывает. Если случай возможен, знание невозможно. И тогда связи удовольствия здесь и сейчас и страданий потом не существует. Таким образом, знание является руководящим в нашей жизни только в том случае, если случая случайности в нашей жизни нет вообще. Ну, значит, знание является вообще ни разу руководящим в нашей жизни. А в том случае, да, 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 да. Но они с протаголом не могут поступить иначе, потому что они начали с обратной предпосылки. Знание является руководящим в нашей жизни. Энди могут сказать иначе. Когда-то и получается, что не может быть войны. В идеальном городе нет войны. В идеальном городе нет. Он ни с кем не воюет. Получается, мужество не нужно. Талантливые, то есть способные к мужеству от природы люди должны быть подавлены. Подавлены особым состоянием. Во-первых, они находятся под царями-философами. А во-вторых, у них ведь отдельная жизнь. Ни у кого больше такой жизни нет. Помните? Коммунизм, общность жены детей, постоянные упражнения и так далее. Конечно, да, да. Почему? Потому что если их не подавить, их честолюбие возьмет вверх, и идеальное государство развалится в гражданской войне. Это та причина, по которой невозможен коммунизм, если есть природа человека. Или он невозможен на тех пор, пока природа человека не будет уничтожена. То есть человечество не исчезнет и не появится что-то другое. Думаю, сказал, что большинство ответит так. Итак, кто отвечает теперь за большинство? Не Сократ отвечает за большинство, протагон отвечает за большинство. Протагон отвечает простую вещь. Плохо не само удовольствие, а его последствия. Но это вставит новый вопрос. Как быть с удовольствиями, которые не ведут к плохим последствиям? Существует ли удовольствие, которое не ведут к плохим последствиям? Ну, для вас, для того, кто эти удовольствия испытывает. Тут, мне кажется, вопрос Меры Еда доставляет удовольствие Но если есть как не в себя То приведет к ожирению Да, но именно потому Вы продолжаете еще Она доставляет удовольствие Если бы она этого не делала Кто бы стал ее есть Нет, есть ли такие удовольствия По определению, которые не ведут К плохим последствиям То есть понятно, что переедание Еда, как удовольствие, ведет к плохим последствиям Половая невоздержность Ведет к плохим последствиям Пьянство ведет к плохим последствиям Лицезрение прекрасного не ведет к плохим последствиям? Лицезрение прекрасного не ведет Эстетика не ведет к плохим последствиям Есть удовольствия, которые по определению Не ведут к плохим последствиям Но лицезрение Извини, пожалуйста Свертет прекрасное, можно, например, сидеть Если это делать долго, появится Полежень, посидень, как это называется Но это же не связанные вещи Есть тоже можно сидя И как бы Мы как бы привыкли Они-то привыкли есть лежа Так удобнее Вы хотите указать на проблемы с эстетикой? Я знаю, давайте Для разных людей Сейчас, сейчас У разных людей разные понятия прекрасны И естественно Сверцание прекрасного Эстетика тоже может разниться Ну как у разных людей Разные представления о том, что из себя представляет вкусная еда Кто-то любит раков, кто-то не любит Дело в другом Как долго вы можете смотреть На то, что вы уже видели Эстетически приятное А постоянный поиск нового? А постоянный поиск нового Влечет за собой Почему? Ну потому что вы страдаете Потому что вы стремитесь к удовольствию К получению эстетического удовольствия Но то, что приносило вам эстетическое удовольствие Пять минут назад Теперь этого не делают Но это не означает, что это принесет вред? Мне это принесет вред А поиск этого принесет вред Ну а почему страдание это вред? Нет, ну страдание Давайте, не страдание Ну потому что вам плохо, правильно? Очень хорошо Ну допустим Ну это и страдание Нет, ну удовольствие может приносить вред? Да не может приносить вред Речь идет именно о страдании Речь идет о страдании, удовольствии и страдания. Приносит ли удовольствие и страдания вместе с собой или не приносит? Тогда в любом случае, когда тебя лишают какого-то удовольствия, ты перестаешь, ты начинаешь страдать. Ну хорошо, а его постоянное удовлетворение? Лишает удовольствие в принципе. Лишает удовольствие в принципе. Но эстетика то же самое, да? То есть человек перестает воспринимать это как? Да, да, да. И что в результате начинает искать нечто новое. Да. Ну то есть во время поиска чего-то нового человека обязательно будет стадать. Внутренние состояния, которые диалектика не имеют. Это как бы верно. Но как только он найдет нечто новое, оно быстро перестанет приносить удовольствие. Надо будет искать нечто новое, нечто новое, нечто новое, нечто новое. И вам не кажется, что при этом движение новое идет по шкале прогрессии? Шкалу эстетичности очень сложно. Я к тому, что оно движется все более и более... Смотрите, давайте попробуем перенес с едой, потому что тоже вкус вкусовщина. Вы начинаете с перловки, двигаетесь через больше сметаны к лобстерам, мидиям, омарам, дельфинам и, наконец, человечине. Почему? Вы попробовали то, что вам понравилось, съели это еще раз, потом еще раз, больше оно не приносит удовольствия. Бывало такое, что вы заслушивали любимую песню Дады, и она переставала приносить удовольствие? И чем чаще вы ее слушаете, тем быстрее она перестает становиться для вас приятной. Не бывало, то есть? Не бывало. Нет, правильно. Нет, такая, которая совсем хорошая, не бывала. Но вы часто ее слушали или редко? Заявляли ли вы умеренность? Временно времени. Вот, вот, вот. Нет, если вы заслуживаете Дады очень быстро на лепите, то она перестает быть. И, соответственно, надо двигаться к чему-то дальше. Но двигаться назад нельзя, надо двигаться только вперед. То есть вы больше не можете есть больше со сметаной, и вы не можете вернуться к перуловке. Следующий шаг – это омары. Следующий шаг – это дельфини и мясо. Следующий шаг – это человечное. Почему человечное? Ну, потому что наступит такой момент, когда вы съели уже все, и не остается ничего, с чем можно было бы иметь дело, двигаясь вперед. Можно только двигаться назад. А ваша цель – это удовольствие. То же самое и с эстетикой. Вы начинаете... с видом бабочек, переходите на каких-нибудь статуи Давидов, а заканчиваете человечным. Просто может ли быть такое, что сам поиск чего-то и доставляет человеку приносить? Да, это называется сусилцание – поиск истины. Ну, то есть вот это не приносит никаких страданий. Когда постоянно человек ищет, то есть ему этот поиск доставляет удовольствие. Но речь не идет о большинстве. А то речь о большинстве есть? Конечно, речь о большинстве. Ну да, 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 конечно, конечно. Это речь о острицезме и хорошей речи. Но точно не о том, о чем он говорит. Речь именно о большинстве. Большинство, я думаю, ответит так. Но то, что вызывает болезнь, вызывает в свою очередь страдания. И то, что ведет к педности, также ведет к страданию. Итак, плохо не последствия от удовольствия, плохие именно страдания. С этим они согласились бы, я полагаю. Заметьте, что уже это говорит сам Сократ. Протогор подтвердил. И снова указание на то, что Протогор не очень хочет с этим соглашаться. Как раз вам не кажется, люди, что эти удовольствия, как утверждаем мы с Протогором, дурны только тем, что они заканчиваются страданиями и лишают нас других удовольствий? Ведь они согласились бы? И мы уже оба признали, что это так. Сократ ищет путь объединиться. И Сократ находит его. А если бы мы снова задали им вопрос, но уже противоположны. Вы, люди, считающие страдания чем-то хорошим, не имеете ли в виду такие вещи, как телесные упражнения, военные походы, лечебные прижигания, разведки, приемы лекарств, голодания, все то, что, хотя и хорошо, однако мучительно. У ТРТ-либо они? Протогор согласился. И заметьте, Протогор опять не хочет этого делать. Мы должны были бы подумать, почему, но времени нет. Плохие непоследствия удовольствий, плохие страдания. Следующий шаг. Страдания неплохи, если они ведут к удовольствиям. То есть лечебное голодание, прижигание и прочее, это все страдания, но они неплохие, потому что они ведут к удовольствиям. К будущим удовольствиям. Так потому ли вы это называете благом, что в настоящем оно вызывает резкую боль и страдания? Или потому, что в последующее время оно принесет здоровье, крепость, тело, пользу для государства, владычество над другими и обогащение? Они подтвердили по второму, я думаю. Итак, толпа на самом деле гедонистична, но этот гедонизм – это практика умеренности. Кушай меньше сейчас, чтобы в будущем кушать больше. Это под направлением к будущей? Конечно, конечно, конечно. Все правильно. Это как добродетель. Да, 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 да. Все, все верно, вы правильно все понимаете. Умеренность – это способ контроля, способ достижения удовольствия. будущего удовольствия, но таково мнение толпы. И здесь мы бы с вами должны были открыть фокедит. Отлично, но не будем этого делать. А вспомним, в какой момент гибнет афинское общество в первый раз? Чума. Правильно. Что происходит в чуму? Это понятно. Нет. Что касается морали? Что изменяется? Запады. Нет, нет. Все становятся равны, несмотря на то, а что делают? Да. И что понимают люди? Что их нет. Чего нет? То, что морали нет. Нет, это не совсем так. Потому что не важно. Правильно ты жив. Или грешно. Богатый или бедный. Шанс умереть завтра. То есть не важно, курите вы или нет. Объедаетесь или нет. Шанс умереть завтра всегда существует. можно выйти и подскользнуться на полотенце, разбить себе голову. Все что угодно может произойти. Чума просто помогает им осознать это быстрее. И как только толпа понимает, что на самом деле завтра не существует, что происходит? Они начинают жить только сегодняшним днем. И тогда все теряет смысл. Они перестают подчиняться и божественным законам, и человеческим, понимая, что если они не удовлетворят удовольствие сейчас, завтра может не наступить. Но это полностью уничтожает общество. Общество зависит от мнения толпы, согласно которому терпеть страдания сейчас ради будущего необходимо. Иначе будущее ненестижимо. Это ровно то, что говорит добродетелю противника. Помните, ты должен работать сейчас, чтобы пенсия была, чтобы старость твоя была хорошей. Больше работай, чтобы пенсия была больше. Я привожу пример пенсии, потому что только на моей памяти пенсионная реформа в стране проходила четыре раза. И сейчас обещают пятый раз, вы же уже будете жить в это время, да? И не волнуйтесь, и пятый раз это будет не конец. Таким образом, я даже как представитель толпы понимаю, что пенсия это то, до чего лучше никогда не доживать. И уж тем более, это то, чего следует избегать. И смотрите, я привожу вам этот пример, чтобы показать, как это представление влияет на наше общество. Очень просто. Большая часть российских зарплат, наших зарплат, является черными или серыми. Налог, который мы платим основной, это как раз налог на пенсию. Я знаю, что у меня не будет пенсии, поэтому я знаю, что платить этот налог не надо. Поэтому я знаю, что работать на будущее не надо. Дайте мне здесь и сейчас. из-за того, что чума разрушила наше представление адопродетели, мы не верим, что надо работать ради будущего. Ну, вы сказали, что у нас ну, как бы сейчас уже была эта чума, которая была... Ну, она как бы идет, но я имел в виду один конкретный аспект. Да, а это 90-е, да? Нет, я имел... Нет, 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 что вы, это... Я имел в виду именно вот эти пенсионные реформы, которые не прекращаются. то есть тот факт, что пенсионные реформы постоянно идут, показывают нам, что мы не можем знать, что там будет в будущем. Если бы она была одна с момента моего рождения, да, я бы верил, что она будет такой же и через 20 лет. Но так как я в это не верю, я считаю, что получать белую зарплату, это ошибка. И мой работодатель считает, что платить белую зарплату, это ошибка. Но тем не менее, общество не разрушается и не восстановится. Нет, мы же говорим только об одном аспекте. На самом деле, это гигантская проблема, которая давит наше общество. Но если вы посмотрите на другие такие моменты, то пожалуйста. Ну, например, закон о послушности. Просто я хотела сказать, фактор надежды на то, что будет лучше, как-то играет свою роль? Он, конечно, играет свою роль. И вы помните, что говорит Факедит. Как только болезнь отступила, старые порядки начали возвращаться. Люди снова начали надеяться на будущее. Проблема в том, что старые порядки уже никогда не могут вернуться в полную силу. Процесс начала разрушения общества нельзя остановить. Помните, что предлагает Платон в этом плане? И на что намекает Факедит? А еще прямо, говорит Макеавелли, обнуление. Платон, говорит, будет потоп, потоп сойдет, останутся в живых только горные пастухи, которые вообще никогда ни о чем не слышали. И тогда можно заново создавать нормальное политическое государство. Макеавелли, говорит, казни каждые 10 лет, чтобы люди вспоминали, что не надо себя плохо вести. Причем массовые и публичные. Мы, конечно, к таким ужасам не можем больше прибегнуть. Но для нас это процесс обновления государства. То есть государство гибнет, оно не вечно, но чем быстрее разрушается вот эта основа, тем быстрее оно гибнет. Хорошо, мы немножко отвлеклись. Главное здесь другое. Вот этот гедонизм, как бы скрытый, на самом деле является основанием общественной жизни. Люди не сходятся друг с другом ради общения и мудрости. Они сходятся друг с другом ради удовольствия. Люди не образуют государство ради великой будущей цели и чего-то и еще ради удовольствия. Здесь нет четкого расчета. Только удовольствие. Помните, что удовольствие остается, это самое важное, нерациональным. И Сократ пытается сделать его рациональным. то есть ввести насильно в него рациональность. Терпи сейчас, чтобы потом было лучше, хуже. — Особенно потому разве благо, что кончается удовольствием при прекращении и при прекращении страданий? Или вы могли бы указать другое, какое-нибудь следствие, кроме удовольствия и страданий? — Итак, смотрите внимательно, нет третьей позиции. Отсутствие страданий и есть удовольствие. И при этом благо, что кончается удовольствием и предотвращением страданий. Так, удовольствие и благо соединяются вместе Из-за которого вы называете что-либо благом Они, я думаю, не смогли бы И мне тоже кажется, сказал протогор Так не гоняйтесь ли вы за удовольствием, как за благо И не избегаете ли страдания, как зла Протогор подтвердил Итак, благо и удовольствие заменяются понятиями добра и зла Помните, мы ведь с этого начинали О знании добра и зла Что такое хорошо, что такое добро, что такое зло Значит, злом вы считаете страданием, а благом удовольствия Так как вы только тогда называете приятное злом Когда оно лишает вас больших удовольствий Больших удовольствий, ну давайте Чем те, что в нем заключаются Или готовят страдания более сильные, чем удовольствие Что говорит нам Сократ Сократ говорит, что страдание возникает Ну диалектически только в контексте удовольствия И оно зависит от удовольствия Оно не возникает само по себе Потому что Если бы вы по какой-либо другой причине И имея в виду какое-нибудь иное следствие Называли приятное само по себе зло То вы бы могли И нам это сказать Однако вы не сможете И мне кажется, что не смогут, сказал протагон Смотрите, протагон уже выдает свою позицию И мне кажется И мне кажется Опять-таки, если говорить о страдании Самому по себе Разве мы пойдем к чему-нибудь иному? Вы ведь тогда называете страдание само по себе благом Когда оно либо устраняет большее страдание Чем те, что в нем заключены Либо подготавливает удовольствие Больше, чем эти страдания Если вы, называя страдание благом Имейте в виду какое-то иное следствие Чем то, о котором я говорю То вам было бы что сказать Но сказать-то вам нечего Достаточно И сократ приводит к толпу К простому выводу Страдание, возможность терпеть страдание Зависит от удовольствия, висящего на горизонте Что позволяет нам терпеть страдание? Мужество, конечно Но это мужество возникает из знания О большем удовольствии впоследствии Так мужество и знание Объединяются вместе В популярном гедонизме В популярном именно в смысле Гедонизме толпы Заметьте, что если Сократ и Протагор Отделены от толпы Значит в головах мудрецов Мужество и знания Не объединяются Не на этой почве По крайней мере То есть не могут Но точно не на почве гедонизма Но тут возникает следующая проблема Является ли Протагор гедонистом? Как мы уже говорили, да И потому, значит, с кем он здесь? С Сократом или с толпой? С толпой Значит, только в голове Сократа Мужество и знания Не могут объединиться Мы возвращаемся И говорим себе Объединилось ли мужество И знание у Протагора? Да Когда он решил Что в отличие от всех остальных Он выступит вперед А, если мужество Ну почему? Знание и есть мудрость Нормально все Мудрость и мужество у Протагора Соединены с точки зрения Самого Протагора Когда он говорит Я больше не буду скрываться Потому что скрываться бесполезно С точки зрения Протагора Да, с точки зрения Протагора Конечно Ты прав, сказал Протагор И первый раз, когда Протагор говорит Не мне кажется И мне тоже кажется А он полностью согласен Потому что эта точка зрения Полностью совпадает с его Ты прав И опять-таки сказал я Если бы люди меня спросили И после того, как Протагор признается Что он с толпой Сокрот от него уходит Если бы люди меня спросили Чего же ради Вам достаточно и вы не можете утверждать Что благо или зло Что-нибудь иное И ведет к иным следствиям То слушайте дальше Я заявляю вам Я заявляю вам Если это так То смешно ваше утверждение Будто нередко человек Зная, что зло или зло И невозможность его не совершать Все-таки совершает его Влекомый и сбитый С толку удовольствиями И будто он, ведая благо Не хочет творить его Пересиленными мимолетными удовольствиями Теперь вы понимаете К чему Сокрот ведет На самом деле Никакие удовольствия Ничего не пересиливают знания Наоборот Удовольствия и знания Совпадают Знание о будущих удовольствиях Влечет за собой Страдания здесь и сейчас А что это смешно Будет вполне ясно Если мы не станем употреблять Всевозможные названия Приятные, тягостные Благое Благо, зло Но так как дело сводится К двум вещам То и будем обозначать Их двумя названиями Благо и зло А уже во вторую очередь Приятные, тягостные Условившись таким образом Мы скажем Чуть мы Вот И раньше уже были мы Если мы Не станем употреблять Мы это уже кто? Протогой Или Даже толпой Окей Но учитывая Нет, нет Учитывая, что Протогой уже стал частью толпы Толпой Сократа Люди И Сократ Человек Зная, что зло И зло Все-таки его совершает А если кто Нас спросит Почему же Мы ответим Потому что он побежден Чем Спросит нас А нам уже нельзя Сказать, что удовольствие Потому что Вместо удовольствия Мы приняли Другое название Благо Но отвечаем И все-таки Скажем Что он был побежден Да чем же Спросит Благо Ленузерцам Скажем Видите Сократ Приводит Блестящему Парадоксу Если объединить Страдания И зло Удовольствие И благо То получится Что зло Побеждается Благом Благо Преодолевается Благом Если случится Что вопросы Задавал человек Надменный Он рассмеется И скажет Право Смешно это дело Вы говорите Будто тот Кто делает зло Зная Что это зло И что не следует Ему этого делать Побежден Благо Побежден Благо Ну заметьте Зная Что это зло Таким же Благом Скажет он Таким Которое Хоть и побеждает Во зло Однако Неравноценно ему Или Или же Таким Которое Равноценно Ясно Что мы скажем В ответ Таким благом Которое Неравноценно Потому что Иначе Не ошибся бы Тот Про кого Мы говорим Что он Побежден Довольствами Иными словами Люди Не делают Зла Никогда Они делают Только благо Ну естественно Если речь идет О знании Если они знают Что это благо То есть люди Могут сделать Зло Только тогда Когда они Не знают Что они делают Как же то Что толпа Неспособна Это прекрасно Но речь Сейчас идет О том Чтобы объединить Чтобы сделать Софистику Более безопасной Объединить ее С популярным Мнением И гедонизм И опять же Речь не О реальной Позиции Сократа Нет Никакой Реальной Позиции Сократа Речь идет О решении Практической Проблемы В каком же Отношении Пожалуй Задут нам Вопрос Благо Ответ Бывает Неравноценно Злу И зло Неравноценно Благу В том Что одно Из них Больше А другое Меньше Или что Одного Из них Много А другого Мало Или еще В каком Любви И нечего Нам будет Сказать Пришлось Подтвердить Все это Итак Каким образом Соотносится Благо И зло Соотносится В большей И меньшей Степени Большем И меньшем Количеством Значит Ясные Скажут Нам Что Быть Побежденным У вас Означает Вместо Меньшего Блага Брать Больше Зло Вот Как Здесь Обстоит Тело Теперь Переменим Обозначение Того же Самого Взяв Слова Приятное И тягостное И скажем Что человек Делает Тягостное Когда Мы Говорили Зло И Скажем Так Заметьте Добродетель Приятное И Легкое Это Одно И то же Что оно Тягостное Но при этом Он побежден Удовольствием Понятно Такими Которым Не должен Побеждать Да и Как Можно Сравнивать И оценить Удовольствие И страдания Как не По большей Или меньшей Величине Где Они Поворят Больше Или меньше Друг друга Обильнее Или скуднее Сильнее Или слабее Потому что Если бы Кто сказал Однако Сократ Большая Разница Между Приятным Сейчас И тем Что Будет В будущем Что В будущем Будет То ли Приятным То ли Тягостным Я бы Отличал Неужели Здесь Разница Не в том Что Самом И в удовольствии И страдании А в чем Нибудь еще И другое Какое-либо Различие Невозможно Ты Как человек Умеющий Хорошо Взвешивать Сложи Все Приятное И сложи Все Тягостное Как Ближайшее Так И Отдаленное Положи На весы Скажи Чего Больше Отлично Сократ Возражает Толпа Очень Простым Средством Ну Люди В целом Сейчас Обладает Куда Больше Силы Чем Потом Не говоря Уже О том Что Известное Сейчас Противостоит Неизвестному Потом То есть То о чем Мы говорили О шансе О случае Что же Отличает Сократ Очень просто Случа Не существует Если у нас Есть знания Ты Как Человек Умеющий Хорошо Взвешивать Сложи Все Приятное И Сложи Все Тягостное Как Ближащее Так И Отдаленное Положит На весы Скажет Чего Больше То есть Приятное Благо Сейчас Является Ли Оно Большим Чем Приятное Благо Потом Или Наоборот Тягостное Страдание Сейчас Тягостное Страдание Потом Чего Больше Если Ты сравниваешь Между собой Разные Довольствия Избирать На себя Всегда Более Значительное И обильное Отравнивая Разные Страдания Незначительные И небольшие Когда же Ты сравниваешь Удовольствие Со страданием Если Приятное Превышает Тягостное Ближайшее Лев Превышает Отдаленное Или наоборот Нужно Совершать То Что содержит Себе Приятное Если Наоборот Тягостное Превысит Приятное Его Не следует Совершать Разве Иначе Обстоит Дело Люди Сказал бы Достаточно Получается Все Очень Очень Просто Не надо Ни о чем Думать Есть Простое Дело Если Благо И удовольствие Сейчас Превышает Благо И страдания Потом Значит Получайте Удовольствие Если Наоборот Благо И удовольствие Сейчас Меньше Чем Благо И удовольствие Потом Выбирайте Потом Получится Если Существует Определенное Искусство Искусство Измерения О котором Будет Говориться Чуть Дальше Если Вы Читали Книжку Ну Я уверен Что Вы Читали Книжку Просто Не Помните Об Это Знаю Что Они Не Могли Бо Мне Взравить Итак Сравнение Удовольствий И страданий Означает Знание Доктрина Гедонизма Очень Простая И она Будет Работать И Будет Даровать Толпе Знания При Условии Что Существует Определенное Искусство Этому Искусству И должны Будут Учить Софисты Искусство Будет Называться Искусство Измерения Раз С этим Согласился И протогор Раз Все это Так Скажу Я Далее То Идлите Мне Вот На Что Заметьте Что Протогор С этим Соглашается Не Самостоятельно А Благодаря Лакуми Очевидно Что Проблему Простого Геномизма Проблему Знания И действия Знание Чего-то Еще Еще Не ведет К действию Как таковому То есть Вы знаете Что курить Лен Или наоборот Вы знаете Что Хорошо И благо Перевести Старушку Чуть на дорогу Но Это Не повод К действию Здесь Нужен Какой-то Другой Стимул Нужно Какое-то Дополнение Знание Должно Быть Дополнено Чем-то Еще И Сократ Пытается Объяснить Чем именно Ответь мне Да Вот на что Одна и та же Величина Кажется нам На вид Вблизи Больше А вдали Меньше Не так ли Как с проблемой Сейчас И потом Один и тот же Предмет Одного и того же Размера Вдалеке Кажется нам Маленьким А вблизи Большим Одни подтвердят И точно так же И толщина И числами И звуки Одинаково Сильные Вблизи Сильнее А вдали Слабее Они подтвердили бы Так если Наше Благополучие Заключается в том Чтобы и создавать И получать побольше Наше спасение Так если Наше спасение Заключается в том Чтобы и создавать И получать побольше А мелочи избегать И не создавать то Что полезнее нам в жизни Искусство измерять То что полезнее нам в жизни Искусство измерять Или влияние видимости Последнее Разве не бодило бы Нас заблуждение Не заставляло бы Нередко одно и то же Ставить То выше То ниже Ошибаться в наших действиях И при выборе большего Большого и малого Искусство измерять Решило бы значение Ту видимость И выяснив истину Давало бы покой душе Пребывающей в этой истине И оберегало бы жизнь Спасало бы жизнь Да 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 Иными словами Смотрите Почему он так Упирает на Спасало И оберегало жизнь Что Защищает Спасает И оберегает жизнь Ну его противоположность Наверное Да А от него Мы должны избавиться Новая штука Защищает нашу жизнь Искусство измерения Искусство измерения удовольствий Доктрина простого гедонизма Зависит от того Существует ли это искусство И работает ли оно Доктрина гедонизма Дополняется этим искусством И только тогда Когда оно существует Она становится цельной И рабочей Без искусства измерения Бессмысленно объяснять человеку Что курение сегодня Значит рак завтра Или там Обжёдство сегодня Значит ожирение завтра Ничего подобного Тогда Разве не согласились бы С нами люди Что искусство измерять Благотворно Или они указали бы На какое-нибудь Другое искусство Нет Игна на искусство измерять Подтвердил протогор И тут протогор Соглашается С чем? С тем Что большинство Согласилось бы Что искусство измерения Или с тем Что искусство измерения То есть Становится ли протогор Частью большинства Официально С самого Собственного признания Ну тут Двусмысленность остается Но Мы уже Мы уже Срешили Да Что там на самом деле Происходит Хорошо Я думаю Что мы должны На этом остановиться А продолжим Завтра И завтра же Закончим Осталось совсем чуть-чуть Есть ли у вас Какие-нибудь вопросы По поводу Притогора Алкевиада Искусство измерения Гедонизма То есть у нас По сути Сейчас Сократ Смешал В какой столбик Да Если философия Находится Выше Софистики То очевидно Аудитория философии Выше Чем аудитория Софистики Но аудитории Пониже Тоже что-то нужно Жизнь Этой аудитории Тоже должна Управляться знанием И более того Эта аудитория Которая не обладает Естественной наклонностью И естественными Талантами К мужеству Ей тоже что-то нужно Да Она должна быть сохранена Она не должна Бегать Туда-сюда Ну то есть Не должна Руководствоваться Своими собственными Желаниями Потому что Какие желания Появятся Аудитории Которая Не попадает В категорию Талантливых людей Конечно Уравнять себя С талантливыми людьми Естественно Вернуть назад Демократию И вот чтобы Этого не произошло Ей нужно Предоставить Какую-то замену Какой-то субститут И этим субститутом Субститутом Философии Оказывается Софистика Чему Учит Софистика Большинство Или просто Людей Лечь не о мужах Лечь о людях Конечно Конечно Она учит их Что то Что они думают Это правильно Что думают Все простые люди Что гедонизм Это и есть цель жизни Что удовольствие Это главное в жизни Естественно Осталось Объяснить им Раз они сами знают Что удовольствие Это главное в жизни Зачем нужна Сатистика Ответ Сократа Чтобы правильно Измерять Это удовольствие То есть чтобы знать Какое удовольствие Больше И таким образом Знание здесь Это не знание О добре и зле Как вы уже говорили О знании О возможности сравнить Большее добро И большее зло Не зная Что такое добро То есть если вы Достаёте линейку Вы можете сравнить Какой предмет Больше этот Или этот Не зная Что это за предмет И что это за предмет Точно так же И с людьми Искусством измерения Вне зависимости От того Что они полагают Удовольствием Или страданием Потому что Это отдельная тема Что такое удовольствие Что такое страдание Это одно и то же Бывает ли их Несколько видов Или это всё Один и тот же вид И так далее И тому подобное Софисты могут Поставлять им Эти классические линейки Но есть одна проблема Тот самый Софистик Который Софистик Который Для толпы Он умирает После толпы Для людей Да И что-то пошло не так Налышается Раз в толпы Не начинать Когда происходит Эта встреча За два года Перед началом войны Да В эту прекрасную схему Вмешивается случай И после войны Вы уже Никакой софистики Не будете Да Это искусство Оно Ему можно научить Или оно врождённое Нет Очевидно Ему можно научить Конечно Софисты Именно этому И должны будут учить Да Как и любое Другое искусство Это искусство Должно быть Доступно каждому Я говорю Как и любое Другое искусство И понимаю Что я вас обманываю Протогорта как раз говорит Что искусство Оно только для избранных Помните Зевс Зевса И Гермеса Всем давать Или как другие искусства Только некоторые Очевидно Что это искусство Должно быть доступно Для всех Проблема в том Что его не существовало Нет на момент беседы И не существует сейчас Идеально Оно даже не идеальное В том смысле Что где-то витает Идея этого искусства Это просто конструкт Чтобы заставить Чтобы Сократ Показал товарищу Что софисты Могут тоже Быть полезными В случае Если они Примут эту идею А идея вообще не глупая То есть она Учит человека Идея чего А Так она невозможная А то есть они учит Того Чего узнают Что этого нет Сократ Да Сократ просто пытается Объединиться с Протогором Да И показать Опять же помните Что глупта Очень далек от философии Поэтому он вообще Не понимает Что происходит Но какие-то слова Он узнает Например Удовольствие И измерение Просто измерять удовольствие Разве вы не измеряете Удовольствие Это просто Удовольствие От какой еды Больше От вашей любимой Или от нелюбимой Это как искусство Нет Искусство предполагает Точное знание Как и искусство измерения Это значит Что вы сможете Измерить Скажем В джоулях Или я не знаю В гидонах Давайте назовем Измерить Единицу измерения Удовольствия Гидонами И вы можете Сказать себе Я могу Заняться Едой сейчас Получить 20 гидонов Могу Пойти поучиться Получить 5 гидонов Могу Пойти Постирать Вещи Получить Минус 5 гидонов Понимаете И таким образом Как бы Засчитать Свой день Или например Вы можете Сказать Это десятое дело Я могу Я могу Я могу Поесть Сейчас Получить 20 гидонов А могу Получиться Сейчас Получить 5 гидонов Или наоборот Минус 5 гидонов То есть Немножко Пострадать Но на зачете Получить Отлично Или хотя бы Зачет И получить 200 гидонов И так Работать Как Как Простой Математик То есть Искусство Измерения Должно быть Дополнено Простой Арифметикой Чтобы Вы могли Складывать Гидоны Вместе И думать Сейчас Или потом Сократ Чуть позже Скажет нам Что Этого Мало Что Этого На самом Деле Даже В его Идеальной Схеме Недостаточно И помимо Того Что Надо знать Какое Удовольствие Больше А какое Меньше Надо знать Еще Кое Что Но до этого Дойдем В следующий раз